Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Надеюсь, обычное дело для вас и, понятное дело, программа «Живые» тоже очень хотелось бы рассчитывать на постоянство. Постоянство – это, как говорят, знак профессионализма, значит, у нас аудитория в основном профессиональная. Как обычно, пять раз в неделю в эту студию приходят живые музыканты, замечательные люди, которые умеют разговаривать, которые умеют творить потрясающе интересную музыку. Собственно, мы с вами эту музыку слушаем. Для кого-то это знакомство, может быть. Я уж не уверен, конечно, что эту группу особо надо как-то представлять. Уже два десятка лет она существует. Слава богу, продуктивно существует. Но, тем не менее, может быть, для кого-то сегодня будет открытие. Давайте по традиции, как водится, в качестве музыкальной заявки сразу сыграем что-нибудь, а дальше, понятное дело, познакомлю вас с коллективом и поименно их всех перечислю. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Продолжение следует... Я не сплю вторые сутки, сочиняя новый хит. Три проверенных аккорда, взрослый текст под сочный бит. Про любовь, что безответно, я взорву припевок в зал, Чтобы всем знакомой нотой убивать на пополу. Мое раненое сердце одиноко и болит. Мегатонны, мегатонны, мегагерцы, это бомба, это хит. О-о-о-о-о, о-о-о-о, это ангелы плачут. О-о-о-о, о-о-о-о, мне желают удачи. Сто процентные аккорды не подводят никогда. Я на глянцевых обложках, супер-мега-рок-звезда. Хватит мне на отдых в Ницце, на кроссовер БМВ, На квартиру в черте МКАДа, и на дачу мне мое. Раненое сердце одиноко и болит. Мегатонны, мегагерцы, это бомба, это хит. О-о-о, 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 это ангелы плачут. О-о-о, 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 мне желают удачи. Купи билет на мой концерт. Подари мне удачу, купи билет на мой концерт. И значок на сдачу, купи билет на мой концерт. Я хочу быть богаче. О-о-о, 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 слышишь ангелы плачут. Мое раненое сердце одиноко и болит. Мегатонны, мегагерцы, это бомба, это хит. О-о-о, 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 это ангелы плачут. О-о-о, 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 мне желают удачи. О-о-о, 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 о-о-о. Не стойк, не стойк, не стойк. Да, понятно. Мы сейчас поскромничаем слегонца, не в тот микрофон, правда. Давай говорить будем вот сюда, где лампочка горит. Вообще, хорошая заявочка, так, да, спеть на предметах, купим билет на мой концерт, в принципе, нормально, в принципе, нормальный посыл, я считаю, и это правильная постановка вопроса, давайте будем знакомиться с ребятами по имену Элизи, так называется группа, которая сегодня здесь, надо ли особо рассказывать о том, что это за коллектив, но по имену, я думаю, нужно начать с отца-основателя Дмитрия Кузнецова, бас-гитара. Я не знаю, слышно ли меня, потому что мне... Теперь зачем тебя слышать? Нет, может быть, в наушнике меня дать, чтобы я сам себя слышал, а то меня что-то подкрикивает. А почему ты, собственно говоря, в наушниках ничего не слышишь, я хочу понять. Господа звукорежиссеры, у нас сегодня их двое, два Сергея, наш Сергей Горев и Сергей звукорежиссер коллектива. Семен, стало слышно тебя. Ну, а кого тебе еще слышать, кроме меня, сейчас, секундочку? Я слушаю вас, вы меня. Мне очень понравилось, нет, у меня прямо с драйвом, я говорю, я могу сейчас перейти прямо в группе министрей, или где там прямо... Думаешь, да, мы же все делаем красиво. Или только у меня такое. Вот это вот Дмитрий Кузнецов, бас-гитарист, человек, который, я так помню, если я не ошибаюсь, имеет два высших образования, которые пошли прахом, потому что музыка заняла свое место, в принципе, в его жизни пиростепенное. Приехал из Североморска в Нижний, да? Да. Ну, немножко я подготовил. Два высших образования-то в 90-х годах было, типа, иметь так что-то пафосное. А сейчас это пять образований, у каждого второго, мне кажется, по высших. А, ну да, это понятно. Сейчас люди заканчивают институт, одновременно закончили еще кучу всяких высших образований, так что это сейчас уже... Ну, скромный. Никого не денешься. Скромный. Я понял, что с этим человеком, в принципе, он скромный. Ладно. Окей. Голос, который вы слышите в качестве вокала этого коллектива, замечательный голос, тоже скромный молодой человек. Почему-то, мне кажется, это чересчур скромный. Ну, мне так, по крайней мере... Здравствуйте, меня зовут Саша. Александр Телехов. Спасибо. Вокал. Вокалист коллектива. Я попрошу музыкантов, ну, хотя бы раз за эфир оторваться от своих удобных кресел, подойти к микрофону. Кроме барабанщика, к нему позже. К этому человеку мы подойдем позже. Это очень ответственный момент. Значит, гитара-бэк-вокал Кирилл Крылов. Кирилл, ну, вот сюда. Не-не-не, тут бессмысленно, там ты поешь. Вот сюда вот. Хотя бы раз за эфир, я больше тебя дергать... Вечер добрый, привет, ребята. Молодец. Привет, привет. Захочешь поговорить, ты подходи к этому микрофону. Клавишный бэк-вокал Егор Баранов. Вот ему сложнее, но все-таки может. Нормально. Всем привет, здравствуйте, ребята. Молодец, получилось у него. Труба Дмитрий Сотников. Привет, привет, ребятки. Смотри, получилось. Садись пять. Ай, браво. Ну и, в конце концов, самый ответственный человек о любом коллективе, потому что у него собственный домик и собственный микрофон. Вот теперь ты можешь его к себе уже подтянуть. Раз-раз. Зачем раз-раз? Раз-раз. Раз-раз так зовут нашего, да, барабанчика. Он представил, раз имя, раз фамилия. Привет, привет. Александр Кузнецов, барабанчика коллектива. Алексей. Пардон, прости. На Александр тоже отзываюсь. Прости, прости. Прости, дорогой. Алексей. Не забывайте, конечно, про звукорежиссера, того же самый главный человек Сергей Мишанькин Гост. Сергей Миш... Как? Горд? Гост. Гост? Да. Гост это фамилия? Нет. Гост это имя второе. Итак, это, собственно, и есть группа Elysium. Мы очень рады вас здесь приветствовать. Не только мы, а аудитория вскидывает сейчас вверх все, что у них есть. Девушки-чепчики, молодые люди, судя по всему, лифчики. Ну, потому что как-то так принято, мне кажется, было бы логичнее. Рады все. Рады. Спросите, когда наконец Димка женится. Уж очень интересно. Спрашивает Елизавета Вишнева. Я не знаю, почему этот вопрос возникает прямо сейчас. Димка, ты когда женишься? У нас два Димы, да? Которого Дима. Я не знаю, какого именно она спрашивает в данном случае. Но зовут ее Елизавета Вишнева. Может быть, кто-то из Димок знает, о ком идет речь. На аватарке очень милая девушка с тем самым местом, лифчик от которого обычно кидывают мужчины. Ну, посмотрите на аватарку, поймете. Может быть, тот, кто Димка имеет к ней отношение, поймет сразу и ответит на вопрос. Давайте так, я сообщаю сейчас контакт, с которыми надо быть очень близкими, потому что это возможность с нами связаться. 4647, короткий номер для СМС-кош. 4647, делайте. Сначала свои пишите, делайте пробел, потом уже все, что хотели бы сказать в адрес коллектива, ваши вопросы, может быть, эмоции, впечатления. Делитесь этим, пожалуйста, группа ВКонтакте. Группа ВКонтакте работает, понятное дело, совершенно официальная для вас. Там есть фотография веселых, разбитных молодых людей группы Элизиум. Ну и, понятное дело, название коллектива выделено синеньким. Кликаете, оказываетесь в их сообществе, становясь участниками которого, получаете информацию о их передвижениях, концертах, ближайших турах в первую очередь. Сайт. Тут все просто. Своерадио.фм. Сверхплеер. Онлайн-аудио. Это слушать. Онлайн-видео. Это смотреть. Кликаете на онлайн-видео и тут же оказываетесь в картинке. Картинку нам представляет портал Планета.ру. Там же, кстати, есть чат, в котором также можно отписываться. Все. А меня нет в картинке, я вот вижу. Подожди, сейчас будешь там... Одно движение, Юля делает движение пальцем, и ты тут же появляешься в картинке. Почему ты себя так переживаешь? Ты же скромный. Нет, я просто разговариваю про картинку, я тут сижу, наблюдаю. А ты не подсматриваешься. Кто сказал, что я скромный? Про Елизавету, которая с тем самым местом, на самом деле. А, вот поэтому... Вот он что требует. А, да-да-да. Ну, это тут уже там зайдешь, потом в контакт посмотришь. Я же заинтриговал, правда? Это же интересно, я думаю. Как называлась первая песня? Давайте расскажем об этом. Песня называлась «Стопроцентный хит». Правильно. Ну, собственно говоря, мне кажется, у каждой второй группы есть такая типа пародия на поп-музыку. Почему пародия? Ну, потому что... А вы что играете? Мы играем, вообще-то, рок. Правда, сейчас сидя в наушниках, я этого, конечно, не понимаю. Дим, дорогой мой, а рок — это разновидность поп-музыки. Так, на всякий случай, тебе в качестве понимания того, что такое ровно. Я думаю, не в нашей стране, по крайней мере. Рок с элементами поп-музыки. Рок — это разновидность поп-музыки. Если группа становится популярной настолько, что её слышно отовсюду, то она уже поп, потому что она популярна. Тем более, если она на своём радио. Тем более, если это Элизио. Ну что, ребят, вы очень популярны, значит, вы должны относиться к этому с уважением. Мне думается так. То есть, палец в рот тебе не клади. Мне? Боже упаси. О чём ты? Ты видишь мои зубы? Знаешь, сколько тут пальцев валяется под столом. О-о-о, дружище. Я же кровью питаюсь практически. Давайте дальше петь будем, так, чтобы аудиторию уж правильно порадовать. В общем, это была пародия на самих себя, значит, в таком случае. Ты смотри, обидься мне ещё здесь. Купите билеты и покупайте значки. Давайте петь. Давайте петь дальше. Что это будет? На верхнем этаже. Правильный подход. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, здесь у нас сегодня в живых группа Элизио. Поехали. На верхнем этаже, где светит луна, Я вижу твое силуэт у окна. Но очень скоро ты выключишь свет, Я так жалею, что меня рядом нет. Я здесь, ты там, Меня преследует грузь по педрам. Я ночь, ты день, Такая вот у нас с тобой дымитень. На верхнем этаже, где светит луна, Быть может, даже очень ты не одна. Быть может, даже кто-то рядом с тобой, Но жаль не я, а кто-то другой. Я здесь, ты там, Меня преследует грузь по педрам. Я ночь, ты день, Такая вот у нас с тобой дымитень. Я здесь, ты там, Меня преследует грузь по педрам. Я ночь, ты день, Я ночь, ты день, Я в окно посмотрю, Я в окно посмотрю, где вчера была ты. Моё сердце не скажешь прощай. На верхнем этаже, где светит луна, В объятиях ты и тебе не до сна. А я под окнами дежурю больной, Как жаль, что я не в лотах с головой. Я здесь, ты там, Меня преследует грузь по педрам. Я ночь, ты день, Такая вот у нас с тобой дымитень. Я здесь, ты там, Меня преследует грузь по педрам. Я ночь, ты день, Такая вот у нас с тобой дымитень. Я ночь, ты день, Такая вот у нас с тобой дымитень. Аплодируют, аплодируют зрители. Кончили. Зрители периодически этим занимаются. У них работа такая. Главное кончить вовремя. Чтобы вокалист, прежде всего, Не задумался на предмет того, Зачем они это делают. А вдруг они ему хлопают. Чтобы не забрызгать, главное. Итак, Элизи, мы здесь сегодня. Правильно, ты знаешь, Анекдот хороший про оркестр симфонический. В эфире не могу рассказать, Потому что он малоэфирный. После. Да, я потом расскажу на предмет того, Кто ты такой, Когда говорит дирижер музыканту, Почему он такой, Почему на него это попало. 4647, это короткий номер для смс ваших. Прежде всего, пишите свои, Делайте пробельчика, А там уже дальше. Все, что хотели бы сказать. И вконтакте, Так много всего написано. О, и отличные ребята. Помню, как во второй день Доброфеста Своей веселой музыкой разогнали тучи И подняли все настроение. Спасибо вам, пишет Дмитрий Валенков. Вот. Народ вспоминает о фестивале. У вас же была девочка в составе. Кстати, сколько раз менялся состав? Много раз. Постоянно меняется. За 20 лет? Ну, Саша пришел в группу в 97-м году. Вот он после меня. И до сих пор не уходит. Никак не хочет уходить. И он был в тот момент, Был в тот момент третьим вокалистом. Тут было уже два вокалиста. И Саша был третьим. За два года существования Был третьим уже вокалистом. Нет, они были все одновременно. Всех изжил. А, то есть сразу столько, столько народу. Такой я добрый парень. Девочка играла на гитаре, пела. Был свободный вокалист. Саша был вторым свободным вокалистом. Ага, в итоге он бросил гитару. Или он ее не брал? Ты брал в руки гитару? Иногда. Иногда. Понимаю, что плохо, поэтому бросил. Неудобно, правильно? Петь и гитарой разматривать. Особенно левша. Ну да. Девочки когда-то были. Я не помню. Юля была, по-моему, девочкой. Девочкой у нас вначале была Катя. С 95-го по 2001 год. Родила-ушла, я понял. Да, потом была Ксения Сидорина, блондинка Ксю. Родила-ушла. Родила-ушла. Не родила, но ушла. Иногда возвращается. Потом была Римма Черникевич. Уехала в Испанию. Родила-ушла. Все у вас поставлено на потоке, смотрит. А чего отказались-то в итоге? Почему теперь девочку не ищете? Хватает, что ли? А Саша теперь может петь за девочку и за мальчика. И Саша не родит, что главное. Как взять главное за колокольчики? Вокальция в группе была одна, и решили взять вилончелиста поющего. А где вилончелист? А в итоге он играет на клавиши. Он же и вилончели уже владеет. С первых первых два года, когда Егор был в группе, он, допустим, мы играем на концерт 40 песен, он из них на вилончели играет, допустим, там 11. Все остальное время он сидит в гримерке, просто элементарно выпивает весь райдерный алкоголь. Мы приходим, там уже ничего нет. А он такой прямо там сидит, довольный. А вилончелисты хорошо. Вилончелисты хорошо, да. И в итоге мы такие просто уже не знали, как решить эту проблему. Сучили клавиши. Купили клавиши человеку. Учись. Причем мы вначале купили клавиши за счет группы, первой клавиши. И на первый же концерт мы полетели самолетом, и клавиши, как сказать слово-то, не знаю, нематерный аналог. Утратили. Утратили. У нас есть такой аналог. В экспрессе, да? В экспрессе из самолета выходили в хорошем состоянии. В экспрессе забыли клавиши и басиста. Но басиста не жалко, клавиша, мне кажется, потеря была серьезная. Басиста вернется по-любому. А какого басиста? Тебя что ли забыли? Меня забыли. А, тебя жалко. Вот это вот из аэропорта, который экспресс идет, он там полчаса. Вот в эти полчаса мы успели, некоторые из нас успели уснуть, мы были не совсем трезвые. И ребята выскочили электричку. Это нормальное составить? Да, электричка пошла на второй ход, и меня оставили там. А потом, когда я вернулся, они спрашивают, ну ты клавиши-то взял? Я говорю, что? Что накатался? То есть я должен был догадаться, что там наверху где-то лежат новые купленные клавиши. Ну, в общем, знаете, какая штука-то мне интересна? Вас в коллективе достаточно много. На данный момент шесть человек. А вообще, наверное, больше, да? Ну, у нас бывает еще сессионный тромбонист. Вот, сессионный тромбонист. В любом случае, шесть человек по нынешним временам и кризисным временам. Дорого. Дорого, правда, дорого. Вы живете не в Москве, скажем, да, нижний все же. Кататься по стране дороговато. Не смущает это? Или вы так круто зарабатываете сейчас уже на музыке, что это позволительно? Ну, все-таки, я думаю, что для нас рок-н-ролл-то все-таки на первом месте. Ну, рок-н-ролл рок-н-роллом жрать-то надо, нет? Ну, нормально. Еще и жрать, еще и... Конечно. ...полгруппе детей кормить. Вот в том и дело. То есть хватает. Сейчас уже зарабатываете достаточно хорошо. Вы сейчас из тура же едете? Или все еще в Туре? Нет, у нас сейчас перманентно. Мы, на самом деле, не очень любим длинные туры, потому что у нас... Но вы приехали в Москву сегодня поездом, я знаю. Да. Откуда? Из Нижнего Новгорода. Из дому? Нет, ну вы же ехали в Москву. Не специально для того, чтобы прийти сегодня на станцию своего радио, сыграть здесь в эфире. Не поверьте, специально. Специально. Да, ладно. У нас завтра концерт в Питере. Ну, все, вот вы проездом в Питер. Проездом в Питер, да. Проездом в Питер, но к нам спится. Спасибо вам за то, что... Причем двое из ребят, которые живут в Москве, они вначале приехали позавчера в Нижний Новгород на репетиции, а потом вернулись сегодня к себе домой. Как у вас все запутано. Как у вас все запутано. Двух городах, пока группа живет. Все сложно. Я уже запутался, на самом деле, в составах ваших, но главное, что он есть и цельный, и вполне себе серьезно звучащий. И плюс к этому еще вот эти все переезды туда и сюда. Но круто. Я очень люблю музыкантов, у которых есть ощущение того, что они делают свою работу не зря. 20 лет коллективу, когда исполняется конкретно? Исполняется в конце ноября, начало декабря, будем отмечать. То есть конец года 20 лет. Что будете делать по поводу 20-летия? Я думаю, будем... Пить много. Это понятно. Я говорю, что-нибудь устраивать будет? Нет, естественно, будет. И тур будет 20-летие, как у всех полагается. Будут большие концерты и в Москве, и в Нижнем, и в Питере. В Москве, я думаю, это будет как минимум арена, как максимум будет стадиум. Я думаю, что... Соберете? Я думаю, будет весело, по крайней мере. Соберем или не соберем? Даже если не соберете, все равно набухаетесь, я понимаю, да. Поэтому будет весело. 20 лет. Это много или мало? По жизни понятно, что не заметишь, не поймешь. А вот для группы? Откуда-то это? Это много или мало? Не важно. Как вчера все. Как вчера? Гурченко. Да. Обалдеть. Любишь Гурченко? Я? Так это не я сказал. Ты мой голос чем-то путаешь. Это кто-то у тебя шепнул на ухо из твоих музыкантов, между прочим. Гурченко люблю, в принципе, а почему нет? Гурченко красивая, интересная была женщина. Актриса неплохая, вполне себе. Время, на самом деле, летит так быстро, что ты вообще не успеваешь опомниться. То есть, там, еще вчера ты учился на первом курсе института, а потом тебе уже бац, и группе твоей 20 лет. Сколько тебе было, когда группа образовалась? Так, вопрос на засыпку не скажу. Да, девочка пришла сюда. Как там, Крюшневская Алиса. Чего кокетничаешь? Уж рядом со мной, так ты пацан. Я вундеркинд, и образовал группу в 7 лет. Да ладно. Да. Нет, серьезно. Для тебя же это было хобби, шутка была? Восемь. Ну ладно, дело твое. Нет, на самом деле, это была полнейшая шутка. То есть, это нужно было, то есть, ну, институт, там, гримерка. То самое, что в Зактовом зале, как пел наш Нижегородский Чиж, что все это было, это было весело. Туда ходили девчонки, там был алкоголь. То есть, ну, это, в общем-то, ради всего этого и делалось. А сейчас? Устал от девчонок? Это уже очень давно, это уже делается не только ради этого. Ну, понятно, ладно. Азарт приходит, когда ты играешь несколько первых концертов, потом уже ты понимаешь, что играешь уже... Хреново. Именно для адреналина. Надо учиться играть на гитарах. Так и бывает чаще всего с музыкантами, которые пока, ну, я имею в виду, когда организуют коллектив, делают это исключительно для того, чтобы порадоваться жизни, а потом понимаешь, что, в общем-то, тут и работать надо. Но у вас все в этом было нехорошо. Я решил этот вопрос по-другому. Как? Ну, просто состав же меняется, он не просто так меняется. В общем, сам я учиться не хотел, и уволить себя тоже не мог. Заставлял учиться других. Да, и просто в итоге постепенно вот сидят мальчики, которые просто с консерваторским, с высшим образованием. Так. Место этих оголотелых алкоголиков-панков, с которыми начинали, сейчас вот играет просто, приходят люди с высшим образованием в группу, которым не надо учиться играть. Ну, теперь-то они знают, куда идут. Если там 20 лет назад группа «Иллюзиум», что такое группа? Ну, кто такие? Какой консерваторец пойдет? А тут «Иллюзиум», то что? Группа с именем, группа с таким бэкграундом. Ну, естественно, вообще, в принципе, духовики и эти вот смычковые вот эти все, они все обычно имеют высшее образование, да, как обычно. Клавишники не всегда. Но так он же не клавишник, он же ведь... Он, кстати, даже в амспирантуре. Он же виолончелист. Он даже в амспирантуре учился. Нет, он на самом деле еще и на гитаре умеет, и на базе гитарей, точно на чем угодно. И сидит скромно-скромно. И он, кстати, очень недоволен, что он играет в группе на клавишах до сих пор. А ты вообще доволен тем, что играешь в группе «Иллюзиум», скажи мне, пожалуйста, прежде всего? Нет, по-моему, не очень. Давайте петь дальше, парни. Что это будет у нас? На самом деле просто... То есть мы играем очень длинные концерты, то есть там по 40 и бывает там и больше песен. И на концерт периодически нужно сходить в гримёрку, опять же, там типа, ну, там, сменить рубашку, выпить чашечку кофе. Я прямо отдаю Егору бас-гитару, и он прямо у него как горит в глаза. На сцене все прямо происходит отлично, а у меня все в гримёрке отлично. Все довольны? Все счастливы. Поехали дальше играть. Какая песня будет? Песня «Всё и ничего» — это первая заглавная песня, так сказать, с нашего последнего нового альбома. Не совсем заглавная она, но заглавная всё-таки «Снегири и драконы». Нет, наверное, первая, правильно сказать, первая в списке. Хорошо. «Всё и ничего», поехали. Всех запутали. Хорошо, я пока не очень понял, но давайте. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Элизиум. Погнали. Я зажмурюсь на мгновенье, заглушив сердцебиенье, глупых мыслей и вереницу прогоню. Обрекусь лишь на минутку, и случайно, словно в шутку, я тебе сквозь тьму ночную позвоню. «Всё и ничего» — здравствуй и прощай, больше не увидимся с тобой. Только ничего мне не объясняй, в жизни так случается порой. Осенью сгорает лето, тише звуки, меньше света. Облака плывут седые надо мной. Заметает листопада то, что нам забыть бы надо, По аллеям, где гуляли мы с тобой. «Всё и ничего», здравствуй и прощай, Больше не увидимся с тобой. Только ничего мне не объясняй, В жизни так случается порой. Любовь порой нас посещает, но бывает, что сколько наших чувств в лице ни один из нас не знает. Сперва она нас окрыляет, но бывает, накрывает, отравляет, ядом кровь и боли, сердце разрывает. Снова ветер в полусах и перерезан от розов. Ты сжимаешь кулаки, пытаясь страх свой унять. Уже расставился кормой, устал и слеп от корабля. Но от судьбы бежать без мыска, ведь круглая земля. Мне слишком больно вспоминать, за что так больно, скажи. Теряем больше, чем любовь, теряем больше, чем жизнь. Тобой оболен и неволен, скидут чувства на ноль. Плохая роль, осталась боль, повсюду боль. Моё сердце рвёт на части, лишь тоска, а где же счастье? Где те дни, что согревали нас тепло? Я принят на дне бокала, но бокала слишком мало, Чтобы наше лето стало просто сном. Всё и ничего, здравствуй и прощай, Разошлись, как в море корабли. Всё и ничего, бьётся за кормой Океан неизбывшейся любви. Всё и ничего, здравствуй и прощай, Разошлись, как в море корабли. Всё и ничего, мы идём с тобой Курсом к разным полюсам земли. Я заранее. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мне нравится вот эта тема. Не знаю, видят ли люди просто. Сидят четыре человека публика и в наушниках хлопают между песен. Ну а что нет? Не знаю, делал ли кто-то такой в России. Представляешь, там типа рок-концерт, Где всем людям выдаются наушники. В Америке есть такая тема, Там есть такие типа пляжные, Причём, ну это скорее, наверное, рейв темы. Представляешь, там типа несколько тысяч человек народу. И все в наушниках. Да, они танцуют в наушниках. Да, им всем на ходе выдают наушники, Там типа 25 долларов. Ну правильно. У них там типа... И они прямо такие... А если человек проходит мимо и смотрит со стороны, Выглядит просто как целое массиво и в полной тишине. Там типа люди там кто во что гораст прямо там типа угорают. Но мы также в студии. Ты думаешь, что если снять наушники, Тишина же абсолютная. Даже барабанов не слышно. Конечно, и на рок-концерт проверен такой в наушниках, Все просто в какой-то момент себе там устраивают. Слэм бегают. Эти люди понимают, что делают, между прочим. Которые так танцуют. Они, в общем, в принципе и себя не напрягают, И никому другому не мешают. Это же круто. 46-47, короткий номер для смс. Кваж сначала свои пробелечки, И я кое-что выискиваю из того, что народ пишет. Во-первых, по поводу этой песни, Есть клепец на нее, да? На этой песне. И там и Луна, и Дистемпера, если я не ошибаюсь. И кто-то еще. И Михалок, по-моему. И все-все-все. И все-все-все. Все друзья наши. Это понятно, что они ваши друзья. Другое дело, как они что? Они вдруг повелись-то на то, Чтобы в таком легкомысленном клепце сняться. Почему это легкомысленный клепец-то? А чего он? Серьезный что-то? Ну, радостный такой. В этой легкомысленной песне продумана на самом деле каждая строчка. Да ладно. Конечно. А кто продумывал? Сейчас я вам все объясню. Ой. Четыре человека продумывал. Текст писался что-то очень долго. То есть, ну, вымерялось вообще. Помнишь, такую песню пел Андрей Миронов? Нет, я не плачу, не рыдаю. Ну, естественно. Если ты помнишь, то она, то есть очень такая, То есть на первый взгляд она выглядит очень такая, Как ты говоришь, легкомысленная песенка. С немословатым мотивом. На самом деле гениальная песня, Где каждая строчка, то есть все там продумано, Все в точку и все прочее. Здесь вот была некая попытка по-элизимски сделать подобную песню. То есть, ну, как бы, то есть... А ты обидчивый, да? Нет, вообще не обидчивый. Нет. Ладно, хорошо. Я сейчас пальцы пока разгребу из-под стола. А мне показалось, что ты как-то так... Да нет, песня хорошая. Какой вопрос-то? Я щетинюсь. Это понятно. Привыкай. Не надо этого делать. Так. Проникнется. Раньше не слушала. Увы, сама дура. Пишет Наталья Устинова. Что касается слушали-не слушали. Ваша аудитория, я так понимаю, Это аудитория, которая за вами внимательно следит. Группа ВКонтакте достаточно большая. Я смотрю, активная группа. То есть, эти люди, которые с вами вместе, Ну, фанаты ваши, Они знают про вас, ну, практически все. Или же нет? Или же вы не идете на контакт напрямую, На такой, на близкий контакт с аудиторией? Не, мы общаемся спокойно. То есть, у нас есть очень большое количество людей, Которые, допустим, раньше там ходили на концерты, Там, может быть, даже ездили куда-то за нами города. Тусовка Космос Рок, это вот московский был фан-клуб. Потом просто все в итоге, как бы, То есть, они там вначале такие, типа, О-о-о, типа, Элизиум, круто-круто. Потом большая-большая очень тусы стали нашими друзьями. То есть, мы очень плотно общаемся, дружим и, как бы, то есть... Прямо дружить? Познаете свою аудиторию? Ну, если не всех, то очень многих. Не скажу за московский концерт. На московском концерте все-таки, то есть, играем долго, Там, типа, три часа и больше не можем сразу, То есть, в мыле, в гримерку вываливаемся. В регионах почти что-то вот прямо 99% концерт, Мы стараемся всегда, мы играем концерт, Тоже не меньше двух часов. И после этого, прямо там, минут через 20, То есть, вся группа вываливает в бар, к публике, То есть, мы общаемся, то есть, мы всегда не напрягаемся. Открыто, ну, это круто. Мы не любим, мы не любим устроить таких официальных, Знаешь, эти, там, любят автограф-сессии, Там просто, знаешь, там, типа, люди приезжают в город, Садятся за столики и такие прямо, там, типа, это вот... Звезды-звезды. Да, вот... Нет, нет ощущений. Ну, нет, иногда, типа, знаешь, там, типа, Ну, ты приезжаешь, допустим, на фестиваль, там, тебе нужно... Ребята, у вас там автограф-сессия, Если вам там пришел обученный человек, Говорит, там, типа, пошлите. Ну, и там, типа, иногда послали. Иногда, да, послать не получается, И приходишь за этот столик, сидишь, как мудак за этим столиком. Вот. Гораздо проще сыграть концерт И, ну, выйти пообщаться, как бы, в публику. Ты с терминами аккуратнее, У нас радиостанция 12+, То я так, на всякий случай. Что я такое сказал? Ничего особенного. Я потом тебе в словаре покажу слово, которое ты сказал. Ну, мы сделали, если не заметили. Значит, ну, я так, на всякий случай, предупреждаю, Чтоб ты дальше подзамечал чуть-чуть. Автограф-сессия! 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 Извините, сорвался. Да ничего. Знаешь, диалектика развития фотографии... Когда еще можно поматериться на радио? Никогда. Вот. А я мог три раза только что. Автограф-сессия? Нет. Я сейчас расскажу тебе хохму. По-моему, веселая. Диалектика развития фотографии — Это обычная, это порнографическая. Знаешь, какая? Вот про второе слышал много. Очень просто все. Обычная фотография — это, понятное дело, фотосессия. Эротическая фотография — фотосессия. А порнографическая — фотосессия. Ну, это так, чтобы ты уже тоже был в курсе, как все развивался. Спасибо. Как все развивался. Чем ниже, тем... Ты же понимаешь, да? Да. Значит, что касается концертов. Народ пишет «Увидимся в воскресенье». Что имеется в виду? Ага. Воскресенье. Завтра мы играем, собственно, в Питере. Воскресенье. Для нас завтра воскресенье. Воскресенье. Я задумался. В Нью-Питере. Потом мы играем в Твери, потом мы отдыхаем, и в воскресенье мы играем... Клуб называется... Известия Холл. Известия Холл. Ну, это в Москве. Да, в Москве. 22 февраля, 23 февраля — это выходной день, поэтому... Ну, естественно. Поэтому воскресенье идет за субботу. Ах, вот. Потому что понедельник не на работу. Значит, Екатерина Семенова собирается уже к вам в воскресенье в Известия Холл. Приглашаем на вечеринку всех-всех-всех-всех. Да, мы будем очень играть... Будем очень странную программу. Слушателей, зрителей и не только. Анна Ржановская нарисовала здесь. Привет, Анечка. Только присоединилась. Первое впечатление было — голос тихий, но дикция такая четкая, что быстро мнение поменялось. Я просто пока не пьяный еще. Понятно, да. Я вижу, я, кстати, подтверждаю. Саша, молодец. Да и все молодцы. Вообще давно на концерте не была. Пора бы сходить. И не буду. Пора бы сидя, пока сидя, танцую. 22-е число, Известия Холл. Все, там можно будет танцевать стоя. Давайте петь. Что это будет? Давайте. Что будет за песня? Это кавер. Кавер на кого? Кавер на... На сиденье. Ману Негра, он же Ману Чао. Была группа Ману Негра, давным-давно такая панкро-группа. Потом все узнают его певца, как Ману Чао. Ну, давайте. Песня называется «Маловида», что только не делал на нее каверу. Мы вот исполняем ее, в том числе и на русском языке. Окей. Как всегда, живой звук. В программе живые. Напомню, здесь сегодня Элизиум. Поехали. Мальчики. Работаем. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Твоя любовь невыносима, хоть плачь левой и убегай. К моим слезам твоя душа неумолима. Скажи мне, отчего любовь не льется через край, и ее в тебе осталось мало видно. Твоя любовь была как сон. Если я с тобой, я как будто пес. Льну к твоим ногам, только не гони. Моя родная, мое сердце без тебя вдвое тише стучит в груди. Ведь от него осталась половина. Твоя любовь была как сон, словно вкус вина. Прошла она, осталась лишь похмелье. Субтитры создавал DimaTorzok Твоя любовь невыносима, хоть плачь левой и убегай. К моим слезам твоя душа неумолима. Скажи мне, отчего любовь не льется через край, и ее в тебе осталось мало видно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Интересная разносторонняя личность. Мерсейшество. А тут, кстати, вопросится интересная от Лексы. От Элизиума отпочковались, пишет она, лампасы. А какие сейчас отношения между двумя коллективами? Мы не знаем такой группы. Я понимаю. А они, видимо, не знают группы Элизиум. Как я понимаю. Ну, им сложно. Я записал три альбома этой группе за свои деньги, так что я думаю, что им, наверное, все-таки это... Сложнее меня забыть. Я спрашиваю, отношения есть какие-то человеческие? Нет, нет, вообще как бы, то есть, знать не знаем, видеть не видели. Понятно. Мне подташнивают при слове лампас, например. Да? Так серьезно? Ну, такой, ну, прямо легкой подташнивания такой. Тут я смотрю аккуратнее, с микрофоном у нас для всех. Хотите рок-н-ролл, ребята? Лампасы, 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 лампасы. Значит, вот какая еще интересная история. Девочка, пишет, стерва ее зовут. Она живет, кстати сказать, сейчас мы сделаем перекличку, мне тоже любопытно. Она живет в Канаде. Вот я сегодня впервые и вот так как-то всерьез слушаю. Раньше-то все мимоходом где-нибудь полуха. И должна вам сказать, как же они хороши. Такое позитивище от ребят аж через океаны и мониторы прет. Понятно, да? Всем-всем-всем, пишет Владислав Ангеловский. Ура, наконец-то, дождался сегодня. Нас ожидает море позитива. Люблю эту группу за их посыл в массы. Хватит киснуть, иди, дела делай. Это ваш посыл? А мне кажется, ваш посыл просто безудержное веселье, радость, счастье. Или все-таки дела делать надо? Дела делать. Надо делать дела? Я думаю, что у нас очень много разных, очень много веселых и позитивных песен, которые посыл типа там это. Есть песни «Полежи дома на диване», а есть песни, которые там действительно нужно менять мир. И, в общем-то... Нужно менять мир? Конечно. А как? Скорее закончить эфир и пойти водку пить. А, вот так ты меняешь мир? Нет, он шутит. Да ладно, я же вижу его лицо. Нет, очень-очень много песен. Любой человек может послушать. Просто я, по-моему, посмотрю в трек-лист. У нас сегодня, в общем-то, таких песен, собственно говоря, нету. Каких? Призывающих менять мир? Да. Ну или почти нет. У нас очень сильно заувалированы есть. Допустим, следующая песня, она как бы такая-то... Немножко со сказочным текстом, хотя она, в общем-то, про вполне конкретные события, о которых мы не будем говорить. Естественно. Зачем нам это нужно? Ну мы музыкальные радиостанции. Мы говорим исключительно о творчестве, о музыке. А мир менять нужно, по крайней мере, даже если не менять мир в глобальном, так сказать, вселенском масштабе, то каждый человек может изменить мир вокруг себя. Вот как ты изменил мир вокруг себя? Поделись. Собрал вокруг себя профессиональных людей, да? Нет. Ну помимо групп у меня есть мой мир, он не только в группе Elysium. То есть, если я понял, что я не могу изменить наших властей, заменить депутатов в Думе и такие всякие глобальные, остановить войну, что я тоже бы не прочь принять какую-то хоть долю участия в это вложить бы, то я создаю свой мир вокруг себя. Очень много таких вот вещей, которые, может быть, не совсем сейчас сформулирую. Например, не нужно общаться с людьми, которые для тебя ничего не стоят. То есть, не нужно тратить время, свое время и свои жизненные силы на людей, для которых тебя не важны. И самое главное, ты не важен для них. Ограничивая круг общения, общайся с теми людьми, дружи, выпивай, встречайся, обсуждай фильмы, кино. Даже в интернете можно общаться именно с теми людьми, которые тебе интересны, которые для тебя важны. Подожди, а как определить, важен для тебя человек или нет? Ведь, может быть, по первому впечатлению, оно ошибочным окажется. Вот ты не знаешь человека, случайно встретился с ним. Ну вот как-то так. Мы не говорим про случайные встречи, мы говорим про тех людей, которых ты, собственно говоря, ты уже примерно знаешь его, то есть, ну, что он на себе представляет. Для того, чтобы его узнать, надо как-то познакомиться с чем. Вот мы с тобой знакомы не были до сих пор лично. Правильно? Вот сейчас ты можешь ошибочно составить обо мне какое-то впечатление. У меня пальцы под столом. Я не призывал не ознакомиться с людьми, не общаться, как бы, то есть это, я говорил, что в итоге, то есть твой круг общения, он же не стоит из-за случайных встреч, как бы, которые там, типа, это. Ну, правильно. Круг общения — твои друзья, твои близкие люди, люди, которые тебе дороги, и которым дорог ты. И вот это всё создаёт твой мир, твою страну, твою родину. Это вот важная вещь, как бы. И ты можешь, если ты не можешь влиять на всё, но ты можешь влиять на этих людей. Так же, как эти... Ты вокруг себя создаёшь тех людей, которые влияют, соответственно, на тебя. Подожди, а для тебя важнее, извини, что перебил, мысль хорошая, для тебя важнее общаться с теми людьми, на которых ты можешь влиять? Или всё-таки с теми, кто на тебя как-то... Нет, я ещё хочу, я тебе мысль сразу же говорил, что я прислушиваюсь к мнению людей, и мне нравится, что они влияют на меня, но это просто... Это люди, которые мне действительно... То есть я для них ценен, они для меня ценны. И у нас происходит такое взаимное общение, как бы. Я не трачу время на... То есть, ну, стараюсь не тратить время, опять же. Ну, понятно, на пустые вещи. Причём, странно, Егор так смотрит на тебя и кивает. Я не знаю, а что он там думает в этот момент, когда кивает, но улыбается. Да нет, просто опять она... Выскажись, дяденька. Дяденька, давай, давай. Нет, нет, я просто наблюдаю за этим словесным поединком и поражаюсь, как у Семёна хорошо, язык подвешен. Димочек бедный, по-моему, уже просто заговорился. Я просто, там знаешь, начинаю там не трачу время на долбо... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И аналогов с словами точно там типа... Хотя есть там точно... Говори долбоклюй, смысл тот же. Примерно, да. Ну, я подскажу тебе, как можно подменять слова уже тоже... Не тратьй свою жизнь на мудаков и на людей, которые просто представляют из себя пустое место. И самое главное, представляете пустое место для вас. Еще раз употребивши это слово, мы закончим эфир. Я вполне серьезно говорю. Так это ругательное слово? Абсолютно. Ты не знал об этом? Два образования у человека высших. Он не знает, что это слово ругательное. Удивительный ты человек. Вот видишь, как первое впечатление бывает обманчиво. Я Пушкина безразумно читаю до сих пор. Первое впечатление бывает обманчиво. Я о тебе был лучшего мнения. А где улыбка на лице? Подожди, а если исполняет группа. Да, я уже вспомнил как-то это. Группы много чего поют, на самом деле. Масса групп, которые позволяют себе... Я даже не понимаю, ты это серьезно говоришь или ты шутишь. Ну, в паузе я тебе просто это слово в словаре покажу, и ты поймешь, что это совсем не шутка. Давайте петь. Что это будет? А вот та самая заглавная песня, которая называется «Снегири, драконы» с одноименного альбома. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня и вижу. Поехали. 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 В детстве эту сказку мама мне Жила в лесу волшебом старкой ярких птиц В тём же вечер я увидел их во сне А тихий шёпот потревоженных страниц Там снегирей качались мирно гнёзда на ветвях И никому не ведом был кратющий боль и страх Так безмятежно жить была и птича словно сон Но появился в том лесу дракон Снегири, гори огнём А драконы лишь плюют на законы Снегири, гори огнём А драконы лишь плюют на законы Казалось, крылья есть никто, они равны И бездна неба всем дана напополам Ок, лишь безумец пошел от себе войны Но где есть сила, сразу мернет разу Там горячий дым залил тот лес и кровь со всех сторон И пил на батом в чёрном небе колокольный звон В глазах врагов застыла кровь приказами убить В сказке затаившийся дракон Он на готове, он всегда настороже Жигать, что близко мне, таков его закон Посмотри вокруг себя, сколько боли среди нас Строишь свою жизнь, а кто-то положил на это глаз Кто-то верует в любовь, а кто-то развязывает его Никому-то режет слухой глаз, когда вокруг него спокойно Он в каждом из нас, и придёт его час Он в каждом из нас, но придёт его час Он в каждом из нас до пары сидит И я в финале не уверен, кто из нас победит Снигири, гори огнём Снигири, гори огнём Снигири, гори огнём Снигири, гори огнём Тут народ спрашивает, а о чём песня Снигири? Нормально? Я очень люблю такие вопросы О чём вы песню поёте? Песня хорошая, понять не могу, о чём она Я бы чуть был, да, хотел объявить перекличку Народ стал сам перекликаться без команды Давайте мы это сделаем сейчас У нас ещё есть некоторое время до конца этого часа, до паузы На одну песню уж точно время хватит Давайте, пишите, пожалуйста, из какого города слушаете эфир Ребятам будет интересно просто, какая география Нам, да, вообще интересно, я хотел задать вопрос Как много городов? Да полно Где есть интернет? В каких городах, ребята? Кроме Москвы больше нигде Москва-Питер, в принципе, а дальше люди уже вручную Сам понимаешь, добивают всю эту историю Слушают везде, не только в России И за рубежом очень большое количество у нас такая серьёзная Вот пошли люди писать Рига, например, Великий Новгород, Молдова, Ставрополь Пошли, пошли, поехали Ижевск, Балашхан, Новосибирск, Владимир, Челябинск, Екатеринбург Город Зубцов, Смоленск, Тольятти, Ульяновск Я не успеваю даже реагировать Обнинск, Семипалатинск, Нефтьюганск, Нижний Новгород, Архангельск Удивительно, да? Может, ты там в города играешь? Удивительно, да, Архангельск, Тверь, Липецк, Иваново, Минск, Беларусь Краснодар, Черкасса, это Украина Псков, ну и так далее Вот пошел, пошел такой серьезный Девчонки, мальчишки, всем приветы от Элизиум Что касаемо, что касаемо туров Видят, видят, что касаемо туров Ты обмолвался, что туры не очень большие у вас были какие-то, да? Как покатались-то? Где были и куда планируете, что очень важно? Да на самом деле все стандартно, как бы То есть, имеешь в виду, что недавно Да Центральная Россия и там Урал, начало Сибири Владивосток, Абаровск, Улон-Удэ Ну, крутенько Архангельск Крутенько Крутенько А ближайшие планы какие? Покататься? Ой, ближайшие планы По районам Пробежаться по районам Ну что, тоже неплохо В ДК Калуга, например Иваново Кто у нас там еще? Беларусь опять на Полоцк мелькнуло Ну и так далее Киров Вы главное нам звоните, мы к вам обязательно придем Ухта В Ухте ни разу не были В Кирове были недавно, в Минск планируем Месяц на месяц Много городов Россия страна большая Не только Россия, Украина, Беларусь И в общем страны зарубежья Причем вполне серьезно Наслушают, я знаю точно В Канаде наслушают, в Англии наслушают, в Штатах Тут постоянно пишут Широкая аудитория Слава богу, что те, кто может быть сегодня Как вот невнимательно слушал вас раньше Кстати, вполне возможно, что, между прочим, что вот, например, в Штатах и в Канадах Там, допустим, там своих радиостанций очень много А русскоязычных радиостанций, ну, там это Я сейчас скажу так, хороших русскоязычных радиостанций там немного Хороших Мы были удивились, на самом деле, когда мы были с гастролями в Штатах Мы удивились о том, что Расскажите, когда это было, где? Было это в году 2011, да, по-моему? Или 10-м? Нет, 11-м Или 10-м? 10-м Или 10-м? Нет, нет, нет Ну, было, короче Так У нас уже альбом «Злоумрет» уже вышел Как сейчас, помню В общем, удивились о том, что То есть мы проехали, то есть, ну То есть по очень многим штатам По обоим побережьям И были И все прям в глуши, там, знаешь, там, типа, Аризона Техас, то есть там все играли Кстати, из Аризона нам пишут периодически Да Город Феникс Я не знаю точно, какой Из Феникса А, вот Феникс, да Из Феникса пишут Да, играли мы и в Фениксе, да, вот И во всех городах прям, то есть, очень такая сплоченная То есть, ну, русскоязычная, как бы, тусовка Которая, в принципе, слушает Живя в Америке, слушает и русский рок-н-ролл И, то есть, ну, как бы, вполне знают группы И, в принципе, то есть, если немножко сложновато ездить В плане, там, приглашений и, там, организации туров Но если, там, группе кто-то это организовывает То, в принципе, любая, более-менее известная группа в России Вполне возможно иметь, там, иметь, там, аудиторию В отличие, например, там, скорее всего, от Европы А вот, пожалуйста Наташа пишет из Канады Русскоязычная, одна в Торонто У нас нет ничего, это Канада В Канаде бедная страна в этом плане Она, кстати, была, у нас была тема Не успели сделать нам визы, как раз именно в Торонто У нас после Штатов Мы не доехали, да, в Канаду Ну, планировали Была масса, да Нет, 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 там был, у нас был заряжен Уже был заряжен, был американский тур И уже поздно написали, как бы, эти, ну, канадские промоутеры Они нас как раз хотели, там, Торонто, еще что-то И просто они уже, ну, не успели визу сделать А, слушайте А вот, просто мне сейчас любопытно Если уж так, тур такой был, серьезный Понятное дело, что пели для русскоязычных людей Но наверняка затесались как-то в зал люди Не, на самом деле, то есть, ну И местные Вот мне реакция местных людей всегда Не в каждом городе для русскоязычной Публики мы пели Как реагируют на русскую, ска В Техасе, например, там было, не знаю, там, 40 человек народу Из них 80% были-то просто, вообще там, просто Совершенно разные, там, типа Ковбои И там, нет, и ковбои И представляешь, там, типа, эти, там И афроамериканцы, и Там, эти, мексиканцы То есть, там, прямо национальности было То есть, языка русского они не знают Но, тем не менее, они вас слушали И как оценивали это? Слушали, брали автографы И прямо, то есть, вообще, все прямо на ура Это еще доказательство того, что язык не имеет Немалейшего значения, если музыка хороша, то она цепляет Там прекрасно, вот-вот, мы выступали В городе Остин Столица Техаси Рок-н-ролла И вообще просто столица Не так, у них в Остине написано, прямо в аэропорт выезжаешь Там прямо у них Первая же громадная вывеска, громадная гитара Написано Остин, музыкальная столица мира Да, 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 да Как вы себя ощущаете? Шестая улица Кабаки Где в каждом кабаке что-то, кто-то играет Люди ходят, понравившись, зашли, послушали, выпили Пошли дальше Ну, круто Все круто По улице гулять и слушать много-много классной музыки В том числе и удалось послушать группу Elysium Круто-круто Это на самом деле очень круто Для тех, очень важна эта информация Для тех, кто считает, что надо петь исключительно на английском Чтобы в Европе, Америке можно Хорошая музыка, она на любом языке Даже на китайском, мне кажется, пройдет В кабаках Остина, правда? Правильно Ну вот, я на самом деле много слышал мнений Допустим, вот есть такая группа СКП, скайпэ Испанские, испанские скопанки, наверное, главные европейские Вот они прямо говорили, что То есть, ну, пели бы вы на английском То есть, нам было бы вообще неинтересно вас бы слушать То есть, ну, они прямо точно взяли пластинки То есть, они прямо ознакомились на русском языке Говорят, прямо в пирайт Вы молодцы, потому что поете на своем языке И вы несете свою культуру И тем самым, то есть, вы для нас интересны Круто Давайте петь Закончим этот час какой-нибудь песней И уйдем на паузу Небольшую Что это будет за песня? Да, да, да Спасибо, спасибо, спасибо Сегодня здесь Элизю 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 Как всегда, живой друг В программе живые В программе живые В программе живые Поехали Три аккорда супер бит Ага Изо всех окон звучит Ага Как вам новый супер-хит Ага Хочешь нашим фэном стать? Нам любовь свою отдать Один ответ, один ответ И не посмей 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 ответ Субтитры создавал DimaTorzok Кровь-любовь рифмуем в нем Вот и песня ни о чем Хит-парады все взорвем Хочешь нашим фэном быть? На концерты все ходить? Один ответ, один ответ И не посмею ответить нет Да-да-да 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 Один ответ, один ответ 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 Да-да-да 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 Да, да, да Один ответ, один ответ 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 Да, да, да Ну что, давайте продолжим. Напомню, Элизиум сегодня здесь. Программа «Живые». И мы не можем не радоваться тому, что эти люди два часа своей жизни сегодня дарят нам с вами. И свое творчество, искрометное творчество. С удовольствием. Где я? Я, я, я. С удовольствием. Вот спасибо тебе большое за это. За то, что вот с удовольствием. Это очень важная штука. Я сегодня три раза повторяю, да. Два раза в никуда, один раз удалось. Сегодня это моя фишка. Можно, да? Отлично. Спасибо, ребята. Согласен. Спасибо. У меня их так мало. Пауза была большая, поэтому надо было что-то еще спеть. Что это будет сейчас по программке? Это будет песня, которая называется «Где ты сжигают книги». Как всегда, живые в программе «Живые». Напомню, на всякий случай, здесь сегодня Элизиум. Поехали. Где-то сжигают книги И этот костер твой Где-то пикируют книги И ты проиграл этот бой Где-то болеют дети И это твоя болезнь И это все то, что случилось С планетой за тетей Небольшие, небольше нас Мы проиграем этот бой В тот самый миг, когда решим Что этот мир не наш с тобой Мир истекает кровью Власть в руках палачей В закрытой больнице В закрытой больнице для нищих сословий Давно не хватает врачей В прайсах церковных торговцев Расценки на наши мечты Детей учат пошлость и вместо свободы Скажешь, при чем здесь ты? Нет больших, нет больше нас Мы проиграем этот бой В тот самый миг, когда решим Что этот мир не наш с тобой У нас всего, у нас всего, у нас всего Одна земля За все ответ, за все ответ Весем лишь только ты Кто-то негромко смеется И стало немного степей Для радости полок всегда найдется Пусть радость станет твоей и моей Цвет самой простой улыбки Развеет любую тень Из этих лучей В самых светлых моментах Пусть сложится новый день Нет больших, нет больше нас Мы проиграем этот бой В тот самый миг, когда решим Что этот мир не наш с тобой У нас всего, у нас всего, у нас всего В тот самый миг, когда решим Что этот мир не наш с тобой У нас всего, у нас всего, у нас всего Одна земля За все ответ, за все ответ Весем лишь только ты и я Ай, браво Элизиум здесь, кстати, есть любопытнейшее послание Я не могу мимо него проскочить Просто потому, что это история из жизни Если есть желание, если будет желание об этом рассказать Я очень прошу это сделать Джонни Кноксвайл Или Кноксвилл Так зовут человек Латиницей написано Здрасте, здрасте Пишет он После выпуска пластинки Весели Спиванки Вы поехали в тур по Украине Но на полпути все полетело прахом Когда вы приехали в Запорожье Когда вам пришлось ехать на электричке в Днепр Будьте добры, расскажите об этом случае поподробнее Что там случилось? На самом деле Ничего там крахом не пошло Мы ездили действительно Ездили действительно в тур по Украину Мы выпускали Мы единственная русскоязычная группа Которая записывала полноценный Ну фактически полноценный Макси сингл На украинском языке Притом А кто из вас владеет украинским? Рассказываю При всем при этом Ни у кого в группе нет украинских корней Но мы очень с большим уважением Относим к украинской культуре В том числе языку К музыке Вопли Видаплясова Любимая группа То есть всегда была И Саша То ли он полиглот То ли чего То он прямо реально Можем мы похотать На украинской мове? Он не может говорить Зразумишь? Не, 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 не Не, 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 не Он съел реально Семакне Семакне Выучил прямо реально Выучил пять песен Занимался акцентами То есть ну прямо Я думаю провел все-таки колоссальную работу Потому что отзывались наши друзья и знакомые с Украиной, что говорили, что русская группа Elysium спела на украинском лучше, чем поют многие украинские группы. И уж тем более акценты там гораздо меньше, чем все говорят их не украинские тех времен деятели. Типа премьеры, президенты и все вот это вот. Трудно было. А? А? Молодец. А? Молодец. Аплодисменты. Я это обожаю. С Туром на самом деле не было никаких трэбл. Давайте, давайте. О, вот, я давно их ждал, да, да, да. Вот, надо себе домой записать. Я тебя перегоню, перегоню легко. Скажи, пожалуйста, трудно далось, нет? Да нет, на самом деле все... В принципе, украинский язык, он несложный язык. Как и белорусский, они все все равно славянцы. Красивый. Очень красивый язык, да. Распевный, понимаешь? Украинская сцена потрясающе красивая. Испанский бы вот еще подучить, но тоже красивый вот на испанском. Мы записывали пластинку на Кавердей, Саша пел там на английском, на немецком, и у него не получилось только на испанском. На испанском, но там очень, да, говорят, что чуть мимо на букву ударения, это все. И все, и хранит. Да, и все. Совсем другой смысл. Испанский, если вы не могли вообще учить с испанцем, например, работать, да, если я с человеком, с Сашей Майсой, да, работал у нас по украинским текстам, как проговаривать правильно с девочкой Солей Закревской, я также работал по скайпу, непосредственно она в Киеве, по-моему, да, живет, вот, то есть обучался, да, готовился к этому, ко всему, то ни одного испанца у меня, к сожалению, испанцы, где вы, позвоните мне, пожалуйста, давайте замутим рич-точип. На самом деле, Санек записывал на испанцем, то есть как он пел, допустим, пел на немецком, пел на английском, и он записывал, мы показывали, нам вносили поправку. В итоге на испанском, просто испанцы все ржали, и в итоге мы нашу уже бывшую вокалистку Рима Чернякевич, которая ехала и живет в Испании уже фактически 10 лет. Зато я выучил, ты представляешь, текст. Ты же, ты же, ты же, Тем не менее, очень круто, очень было круто. Хотя бы даже просто выучить текст. Я не знаю, как правильно я его произношу или нет, но очень тоже певучий, красивый язык надо будет замутить просто, может быть, с книжкой в туалет. Можно, да, про туалет? Про туалет, пожалуйста. С книжкой, да? С книжкой. Это вообще место, это самое-самое ценное место в доме, на самом деле. Конечно. Потому что там и книжку можно... Можно апгрейтиться. Тюнинг сделать. У некоторых домов в туалетах. Не только в голове, да. Выходишь ты из туалета с книжкой, что-то я сегодня как-то сильно апгрейдился. 4647 – это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, пробельчик, дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Ну и, понятное дело, выискиваю сообщения, которые могут быть интересны в группе ВКонтакте, к примеру, или же где-то в чате, например, под видеокартинкой. Что-то периодически проскакивает любопытное. Поэтому, если что-то вдруг я не увижу, не обессудьте, более много сообщений, что-то, наверное, пропустил. Так, я начал... Вот Таня Шишкова пишет. Я начала... Сейчас я даже подложечку уберу. Тут надо с трагическим подтекстом. Я начала слушать рок лет в 12, пишет Таня. Наклеила плакатов в комнате. Среди них был плакат Элизиума. Что они поют, я не знала. У меня была такая же история. Но догадывалась, что рок. Потом мои друзья увидели плакат и говорят, о, да ты панк слушаешь. Вот тут-то я и узнала, что играет Элизиум. Но виду не подала, а только сделала гордое лицо. Вот так вот. Огонь! Вот так вот. Семен, у меня была точно такая же история. А девушка-то огонь! Смотри, 86-й год, 86-й год. Североморск, закрытый военный город под Мурманском. То есть информации ноль. Ну, конечно, там типа радиостанции «Свободы», там типа музыкальные передачи, все это было. Металлика, Мастеров Папа, это все прочая фигня. То есть все это как бы на кассетах все доставалось, все доходило, все слушали. И в тот момент я ворвал в Мурманске на барахолку плакат Джима Симмонса. Сидит чувак накрашенный весь железе с высунутым метровым языком, цветной. У меня прямо очередь была, ты знаешь, как в музей, как в мавзолей. И ко мне люди ходили про волосы, то есть дома смотреть на этот плакат. В красном углу висел, нибудь. И года через полтора я все-таки наконец достал запись группы «Киз». И прям такой... И такой, пока никто не слышал, надо его быстро продать с плаката. Я думал, что Металлик отдыхает. Просто они с тем, как думают, ну если Металлик так вот выглядит волосатый, такие потлатые чуваки. Там их в журнале «Ровестник» уже печатали. Думаю, по крайней мере... А что, «Киз» — хорошая группа. Эти чуваки должны были... Но это я уже сейчас знаю, что она хорошая. В тот момент это было прям главное разочарование в моей жизни. Знаешь, у меня не было такого большого и серьезного разочарования по поводу рок-музыки. А слушаю я музыку давно. Больше меня только, знаешь, разочаровал только Фил Коллинс и группа «Дженесис». Потому что когда мы были маленькие, мы, знаешь, на партах писали вот этими логотипами всякие названия группы. И такой, типа, «А ты что, металист, что ли?» «Ну да, металист. Ну-ка, скажи-ка, 20 названий. Нужно было назвать 20 названий типа «Металлический групп». И у всех там парней в школе среди этих названий было название «Дженесис». И все его писали как бы тоже там на партах. «Дженесис» — это металл. И мне кажется, на своей парте я тоже написал это название. А потом я их услышал. Это было второе разочарование в моей жизни. У меня был момент, когда я по юности тоже вдруг выяснил. Очень любил, и очень люблю, и буду любить Квинов, потому что, ну что говорить, это действительно эпоха, это потрясающий вокал. Но когда мне вдруг сказали, что он совсем не совсем традиционный, товарищ, я как-то внутренне так сглотнул и подумал, твою ж мать. Вот тогда я еще подумал, в юности. И сюда пробрались, блин. Только потом до меня стало доходить со временем, что шоу-бизнес в принципе, он этим делом грешит. А уж потом, когда книжек-то почитал, как их много... Кошмар. Когда это было-то? Да это было всегда. Кошмар. И не только. И в крестах, и в таких, и в таких. И не только в крестах, где хочешь. На мой взгляд, это не имеет ни малейшего значения. В любом шоу-бизнесе. Человек был талантлив, а это все... Да, это главное. То есть нас это тоже вообще никогда не... Он захватил просто миллион, миллион. Он миллион, и он всю планету захватил, да? Своей вот... Ну, талантливый какой, вокал какой. Все, до свидания. Это самое главное. Давайте петь будем дальше. Захвати и ты всю планету. Только чаю попей. А, да-да, сейчас делаем. С песней Майами. Майамцы, привет. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня, Элизиум. Поехали. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну понятно Субтитры подогнал «Симон» 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 видимо, да? Я так понимаю? Ну, я думаю, аналогия не совсем точная. Я думаю, что как раз с сексом у нас последность пока еще не прошла. Хотел хоть на этом подловить. Но ты нас пугаешь. Если взаимосвязь прямая, то я тебе обещаю, что в 2016 году, на год раньше мы запишем альбом. Очень бы хотелось, чтобы это случилось. Пусть тебе потом поклонники, видимо, скажут спасибо. А дальше можно традиции менять. Через 25 лет смотришь, да, уже как-то альбом, раз, год прошел, новый альбом, год прошел. И ты говоришь, ребята, мы же взрослеем, то есть мы уже получаем информацию несколько из других источников. Космос напрямую с нами. Тебя спрашивают, это что, творчество так пройдет? Ты говоришь, нет, сексом занимаюсь много. 46-40, и все поймут, поверят тебе ведь? Ведь поверят. Смотри, а он почему-то сомневается. 46-47, это короткий номер для СМС-кваш. Сначала пишите свои, пробельтик делаете, потом уже все, что хотели бы адресовать коллективу. В песнях Элизиума часто упоминаются художники. Например, Ван Гог, Гоген. Какое отношение к группе? А какое отношение у группы к художникам и живописи в целом? Валентин Коновалов спрашивает. Ну-ка, серьезный вопрос. На самом деле, песня как Ван Гог и как Гоген, она написана была нашим бывшим гитаристом Сергеем Сухониным, который многие еще знают, как глаза в множественном числе погоняло. И он имеет непосредственно, да, вот он и художник, и татуировщик. То есть, ну, как бы, то есть, он такой вот. А сами вы с Гогеном не очень знакомы, я понял. Не повезло. Не, ну, хорошо, ответ дан, ответ честно. Нет, понятно, что любой в группе Гоген, то есть, ну, как бы, работа Гогена от работы Ван Гога отличить от меня. И на самом деле, то есть, мы вот и с Лехой, то есть, мы все эти их художественные... Группа из Баку, у нас в любой в группе Гоген. Давайте будем петь что-нибудь. Как будет называться следующая песня? Так вот та самая песня, которая 97-го года, песня называется, она как бы все, она немножко такая странная. Это одна из тех песен, которые будут в ближайшие дни на оскульных концертах, там, и такие, и «Вертолет», и «Я иду домой», и много-много старых песен, вот одна из них, как бы. Хорошо, что интрижку повесили. Аудитория сейчас просто должна будет всплеснуть руками от радости. Как всегда, живой в программе «Живые элизиумы» здесь сегодня. Поехали. Как бы все начало сначала, я всю жизнь переменю. Я продам свою гитару, усилок свой разобью. Я найду себе работу, стану я туда ходить. Буду правильно во всем я жить. Весь под кровь чертям пошлю я, я смогу его забыть. Стану я совсем хорошим, будут все меня любить. И дурные все привычки я смогу в себе убить. Хорошо, тогда мне будет жить. Вместо левых всех подружек заведу себя, ну, чтоб всегда бы отгоняла от меня на беду. Вот, а вольно будет мама, и, наверное, счастлив я. Я встану в старые друзья. Весь под кровь чертям пошлю я, я смогу его забыть. Стану я совсем хорошим, будут все меня любить. И дурные все привычки я смогу в себе убить. Хорошо, тогда мне будет жить. Вместо левых всех подружек заведу себе одну, чтоб всегда бы отгоняла от меня на беду. Вот, а вольно будет мама, и, конечно, счастлив я. Я стану старые друзья. Семен, Семен, Семен. Ау. Да, я договорюсь все-таки про отношение к живописи группе. Ты смотри, как его зацепило. Один момент просто вспомнил. То есть, ну, как бы, то есть, допустим, я по возможности... За секундочку, ты пока играл песню, ты все время думал о том, что хочешь продолжить. Я смотрел на Егора и вспомнил просто эту историю, и просто, ну, и сижу, ржу. Давай. Я по возможности, ну, как бы, стараюсь посещать в том числе и выставки, в том числе и художественные. Хорошо. Год назад была история. Мы в Минске, у нас свободный день, концерт вечером. Марк Шагал, выставка в Минске. Серьезно? Я бегаю по всем вот этим ребятам, и прямо, ребят, пойдемте со мной, пойдемте. Марк Шагал, давай, сходи, ну, все в отказ, и я лучше полежу на диване, на телевизор в номере пощелкаю. В итоге я уговорил Егора, и то за пиво. Что он так значит? Сходи на выставку, сколько он на Марка Шагала. Вот отношение группы Элизиуму. Ну, дожди секундочку, ты всех так одной гребенкой-то не греби. В любом случае, люди должны, наверное, сначала понять, ну, хотя бы с пивом, да, что это хорошо, что в этом есть какая-то... Я сбираюсь в искусство. Поверьте. А вообще, имея в виду современное искусство, если уж мы в эту тему сейчас уйдем. У меня что-то очень в ушах, очень что-то там это... Чего там? Ну, так понятно, я делаю. Спокойно, Алексей. Леша там что-то ковыряет, вот тебе в ушах давай сейчас приберу, немножко от тебя уберу. Чистит уши, расстояние. Да-да-да. Если я имею в виду современное искусство, то оно не все вот меня лично сильно греет, потому что я не очень понимаю таких инсталляций, как там макароны на веревке висят, и, в общем, какая-то такая умная надпись под этим. Особенно меня развлекало в Музее современного искусства такой постамент, блестящий совершенно постамент, на нем белый унитаз, обычно белый унитаз, и табличка унитаз, если я правильно помню название. Все. Вот это художник. Ты говоришь про московский, да? Да. Художник долго думал, долго вынашивал идею, взял обычный фаянсовый унитаз, поставил на постамент, подписал, что это унитаз, чтобы никто не путал. Мало ли, вдруг кто-то перепутает унитаз с чем-то другим более полезным. Это является, ну, скажем так, экспозиционной вещью, то есть это дорого, это круто, за это платят деньги. Я, может быть, что-то не понимаю в современном искусстве. Не во всем, безусловно. Присоединяюсь. Не во всем. Такая же история, в Нью-Йорке ходили, в Нью-Йорке, да, это было, МАМ, то есть музей современного искусства. Тоже многоэтажное здание, очень большое, и как раз первый этаж начинал с того, что там выставлены пылесосы, какие-то вот такие вот вещи, то есть арт-объекты, которые представляют. И потом этажом выше, этажом выше начинается и заканчивает все это дело как раз уже там и Ван Гогами, и всеми прочими. Так вот, на самом деле, Леха был спустя там два или три года, и он пошел второй раз смотреть в этот музей. На пылесосы? Наш барабанщик, да. То есть ты пылесосов не видел раньше больше нигде, кроме как в музее? Нет, ну там кроме пылесосов, то есть начинается просто первый этаж, как будто изначально, то есть там... Да понятно. Я, на самом деле, и не во всем таком, скажем, модерновом искусстве, и сколько я уже со всякими искусствоведами пытался... Мне правда было дико интересно, почему «Черный квадрат» Малевича — это гениальное произведение. Вот убейте меня, я этого до сих пор понять не могу. Только потому, что он был первым. И что? А если бы я первым нарисовал круг, закрасил его в зеленый цвет, я бы тоже был Малевичем? Да боже упаси, да боже упаси. Нет, ну понимаешь, у него кроме «Черного квадрата» у него же есть работа. Это да, я видел его работы, они интересные. Самое главное во всей этой теме должно быть про искусство. Каждый имеет право, каждый должен иметь право. То есть что-то делает, нравится тебе, не нравится, человек имеет право. Кто спорит-то? И все виды искусства, все должно быть, ничего не должно запрещаться и ни в коем случае не должно быть. Я не пытаюсь оспаривать, что не имеет права. Я просто хочу понять... У нас сейчас происходит в том числе даже наезды на искусство, на все, как бы, то есть, ну, даже выставки в Москве происходят по темам, типа, это, как там, неплохое, не искусство или как-то такие, то есть они сами уже над собой, там, типа, люди прикалываются. Я уж мы говорим про то, что там, типа, РПЦ и многие всякие, то есть, ну, казаки наши вмешиваются и пытаются запретить определенный, то есть, со времен, там, хрущевских. Я тебе скажу больше, я даже за искусство не считаю, не принимаю художников, которые делают портреты, вот, а-ля фотография, да, когда фотографическое сходство, ну, это мастерство художника, я согласен с этим. Ну, а при чем здесь искусство? Какое это имеет отношение к искусству? Разным людям нравятся совершенно разные люди, разные вещи, это совершенно нормально. Я мотал, знаешь, там, типа, в Испании, у меня друг фанат Сальвадоро Дали, и мне пришлось по всем этим музеям пройти. Нет, ну, Дали, это круто. Я не люблю Сальвадоро Дали, мне вот не нравится. А это круто. Это круто, а мне не нравится. А это круто. Вот это круто. Почему? Это ты считаешь, что это круто. И так на полчаса. Круто, круто, круто. У каждого своя точка зрения, понятно. Я же оговорился, я не понимаю, я же не сказал, что как это все. Вот я не очень понимаю, возможно, я действительно малосведущий человек, как и Константин Хохлов. А мне нравится, например, там, Хундервисер такой есть, вот, архитектор, художник. А мне не нравится, да, сказать. Потяните, потяните времечко, потяните. Нет, петь будем. Значит, так же точно, вот, как и Константин Хохлов не очень понимал в свое время, какую татушку набивает. Вот он пишет, набил тату с Рыжиком в маске и пальцами Виктория, а потом узнал, что это Элизиум. Нифига не жалею, что набил. Сейчас послушал, ничего, нормально. Так вроде ничего, нормально. Так погладил татушку, хорошо, хорошо, все по месту. Давайте петь дальше будем. Давайте дальше. Мы будем исполнять композицию, которую у нас в трек-листе написано Clash. Это очень известный кавер, на который, то есть, мод даже недавно у нас было, по-моему, в ВКонтакте выкладывалось. То есть, там было выложено, по-моему, порядка 50 версий каверов на эту песню. Различный групп, да? Вот так. Интересно. Очень популярная вещь. Как всегда. И непопулярная в России. Элизиум здесь сегодня. Поехали. Поехали. Я был без денег влюблен, так я нарушил закон, так я нарушил закон. Кража, разбой и угон, так я нарушил закон. Так я нарушил закон. Ради нашей любви я грамил и грамп, но было не суждено. С пистолетом в руке я счастье искал. Я взял отставку и проиграл. Я взял отставку и проиграл. Я потерял подругу свой покой и сон. Так я нарушил закон. Так я нарушил закон. С писткой в руке лес наражен. Так я нарушил закон. Так я нарушил закон. Моя песенка спета и нет большей сил. Ты на мой путь совершен. Я боролся с законом, потому что любил. Я проиграл закон, победил. Я проиграл закон, победил. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте. Неизвестная песня. Неизвестная. Любопытнейшее сообщение пришло от Владислава Ангеловского. Прочитаю как есть. Мне кажется, забавно. И вам, кстати, тоже потом будете что рассказать. Такое на эфир. Такое... Короче. Раз уж про художников пошло, пишет Владислав, то расскажу один случай. У меня есть опыт работы на крышах. То есть высоты не боюсь. Вот однажды, осенним туманным днем, на крышах бегал голый художник и гадил в дымоходы. Называя это искусством. Кстати, бывает. В итоге один из старых дымоходов не выдержал, и художник провалился. Ручки и ножки торчат вверх. Вот двое и я до кучи его вытягивали. Вытянули. Хотели навешать, но передумали. Просто оставили голышом на улице. Вот такого искусства я тоже не очень понимаю, на самом деле. Но, тем не менее, люди называют это... Кто-то прибивает себе мошонку, простите, на Красной площади гвоздиком, тоже называет это искусством. Кто-то умудряется определенным образом животным побыть. Нет, если ты будешь гореть в свой дымоход, можно назвать это искусством. Это искусство. А если ты будешь гореть в мой дымоход, то уж извините. Это искусство. Отвечаю Павлу Елисееву... А ты туда искусство летит? Ловите! Павлу Елисееву отвечаю на вопрос по поводу звонков. Мы в программу «Живые» никогда не берем телефонных звонков по причине очень простой. Люди редко умеют выражевывать... Вернее, выражать редко умеют, скорее, выражевывают свои мысли вслух. Поэтому мы экономим время и просим вас писать свои сообщения. О, я дозвонился, что, правда, да? Да, ой, привет! Ай, Диман, Диман, это ты, Диман! Вот и все. Дорогой, купи доширак вам! Поэтому звоночков мы не берем. Пишите, пожалуйста. Когда вы пишете, вы как-то умудряетесь лучше с мыслями сопрягать то, что пишете. Здравствуйте, пишет Сергей Малявин. А что? Хорошо, позитивно, приятно, реально поднимают настроение. Хоть я и не фанат этой группы, но люблю послушать для разнообразия. Да мы сами не фанаты. Раз! Может, их считают панками, но, по-моему, это не так. Вот, кстати, у нас есть такая традиция, может быть, не знаю, не традиция, мы не делим музыку на жанры. И в ротации своего радио, скажем, огромное количество интересных музыкантов, которых я никак... Вот я не знаю, что за жанр. Я не буду даже пытаться его придумывать. Просто хорошая музыка. Музыка, в которой используется, например, труба, да, и ритм, похожий на ска. Ну, почему это ска? Это, может быть, всё что угодно. Если, опять же, группа роковая-роковая использует флейту, ну, что она вдруг стала фолковой, ну, глупость. По-моему, на самом деле, главное, чтобы в музыке был толк, и чтобы эта музыка была кайфовой, а уж какой там жанр не имеет ни малейшего значения. Мы тоже не любим клише, которые особенно навешивают на тебя. Ну, да. Нас раньше называли ска-панком. Ну, да. Вот, а я слышу, что он называет панком. Свою музыку мы называем космос-роком, и всё. Вот и хорошо. Вот и хорошо. И на этом точка. Вот и хорошо. Анна Яжановская пишет вот что. У меня, думаю, несколько необычный вопрос к Трубачу. Иди сюда. Камщина. Иди сюда, Дима, иди сюда. Будешь отвечать. Ну, ладно, иди, отвечай. Значит, смотри, что пишет. Глядя на такого молодого и талантливого человека, лично у меня возникает впечатление, что его ещё ребёнком заставляли ходить в музыкальную школу. И свою Трубу, и эти занятия он просто ненавидел. А потом вдруг попал в такую крутую популярную группу, что уж точно стало счастьем. Так ли это было? На самом деле заставляли ходить меня на танцы. А на Трубу я бегал с радостью и удовольствием. Это удивительно. Лишь бы скрыться с этих танцев. Кстати, моя мама сейчас, наверное, слушает эфир и смотрит. Передай привет. Так что, мама, спасибо за музыкальную школу. Гениально. Послушай, это тот случай, который для меня стал откровенным. У нас ещё Санёк ходил на бальный танцы в детстве. Его тоже заставляли. Ну, а разве это плохо? Всё это пригождается на концертах. Я открою вам маленький секрет. Я тоже занимался танцами профессионально в своё время. Мы видим, что тебе это помогло в жизни. Мне очень сильно помогло. Знаешь, как удобно сидеть в этом кресле, зная, что ты можешь станцевать. И никто этого не видит, ты понимаешь? Очень ценное качество, кстати сказать. И ещё лёгкость. Такое же, как мои два вышек образования. Лёгкость в теле. Такая наблюдается. Давайте петь. У вас ещё две песни, я так понимаю. У нас радуга-дуга на очереди. Так вот и всё. Давай очередь и будем исполнять, как есть. И лежим здесь сегодня. Я так на всех случаях напоминаю. Как всегда, живой звук в программе «Живый». Погнали? Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Прогнозы, наплевать. Эти капельки дождя, твои слёзы, напекают мне о том, что скоро-скоро осень. А за осенью придётся белая красавица. Необходимость возникает, без неё расправиться. Я хочу, чтобы всегда у нас с тобою был и лето. За круглый год метели прочь прогоним. Я забыл, что значит осень. О-о-о-о-о-о. И не будем вспоминать. Все сомнения прочь отрочи. На прогнозы наплевать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин